Микс Ньюс По пятницам после шести вечера Ну что ж, всех с выходом из затяжной елочки Со всеми новогодними праздниками С последним наступающим старым Новым Годом На пятки, можно сказать Вышли мы из этих праздников практически в, так скажем, нестабильную ситуацию Пару дней, огромное количество народа думало, что вот-вот разразится Третья мировая война Мы все в ожидании крупнейшего экономического кризиса Который мы ждем каждые 12 лет Ну, разные оценки есть Ну, часто называют именно 12 лет Поговорим именно об этом сегодня в студии Елены Лукьяновы Кюлли Писпонин, звукорежиссер Родион Золотарев И прекрасный у нас сегодня гость Прекрасный, замечательный Один из самых, на мой взгляд, умных аналитиков и экономистов России Правда, в России сейчас неживущий Сергей Алексашенко Как мы вам обещали Мы очень рады Говорить мы будем сегодня А у меня две замечательные блондинки Кушка хвалит педуха за то, что хвалит он кукушку Будем заниматься все оставшееся время этим Да, но немножко и страху нагоним Поговорим об угрозе экономического кризиса Об угрозе войны Оправдали наши страхи Будет ли все хуже или все обойдется Радиоболтком запустила онлайн опрос Опрос И данные этого опроса таковы Почти пополам поделились проголосовавшие слушатели 55% считает, что будет все хуже 45% считает, что обойдется Ну и, конечно же, хотим спросить Главного нашего эксперта сегодня Как вы считаете, грозит ли нам Ну, вроде бы война уже не грозит Будем надеяться, что действительно Ракеты никуда не полетят Как вы считаете, что будет дальше? Ну, конечно, я не знаю, что будет дальше Но мне действительно кажется, что Основная точка напряжения между Ираном и США Ну, по крайней мере, вокруг этого эпизода Она как-то успешно осталась позади И на убийство одного из лидеров иранского режима Одного из лидеров иранских военных В общем, Иран ответил такой прицельной ракетной атакой Заранее предупредив, по каким точкам он будет стрелять Чтобы, не дай бог, там никого не оказалось Ни людей, ни техники Ну, собственно говоря, это все наводит на мысль Что, возможно, иранское руководство считает Что гибель генерала Сулеймани, она, в общем, не так уж и плохо Да, что, может быть, он был достаточно сильным человеком И убрать его просто с политической сцены Ирана Было не совсем плохо Ну, в общем, мне кажется, что вот это вот попугали друг друга Трамп тут же, президент Трамп тут же сделал заявление Что вот Иран, типа, отъехал Что я наехал, он отъехал Ну, и можно теперь сесть за стул и переговариваться Как это у нас водится у пацанов Поэтому, мне кажется, что вот такая точка напряжения Она подойдена Но не означает, что отношения США и Ирана Каким образом улучшились Потому что сейчас В Вашингтоне В администрации Вот то, что называется В интеллектуальном сообществе Идет горячая дискуссия в отношении того А вообще у США есть какая-нибудь стратегия В отношении Ирана И чем больше я читаю всякие точки зрения и материалы Тем больше я понимаю, что никакой, конечно, стратегии нет Вот, ну и по большому счету Ее и не было Да, вот Потому что, конечно, вот это подписание соглашения 15-го года То, что называется ядерная сделка Это нельзя назвать стратегией Это некая такая тактическая задача Отложить создание ядерного оружия Ирана Ну и, собственно, там отложить на следующее поколение политиков Что называется На 10 лет Вот А что делать В чем может быть Ну такое, знаете, как вот в современной политике Там политики 21-го века Нужно искать стратегию win-win Да, когда обе страны выходят С плюсами То есть страна что-то получает Не так, что одна теряет, а другая получает Это, конечно, там, не знаю, 19-20 век Вот такой позиции, такой идеи у США нет Ну, а это означает, что вот этот конфликт Он так или иначе будет продолжаться Но, тем не менее, существует очень серьезный вопрос сейчас По поводу сбитого самолета Это такой второй Донбасс получился За эти два дня эскалации, так скажем, насилия и конфликта Успели погибнуть мирные люди И, видимо, пока это все-таки не подтверждено Видимо, это действительно сбили иранские ракеты В этой ситуации будет как-то развиваться Напряженные отношения между, например, Канадой и Ираном? Ну, я думаю, что Канада это не та страна Которая хочет сильно напрягать свои отношения с Ираном Не случайно же в этом самолете Примерно треть пассажиров Это были граждане Канады Которые, видимо, там работали И летели к себе назад Вот, Канада не является участником Таких супер жестких санкций Как США по отношению к Ирану И поддерживает и бизнес-отношения И политические отношения И здесь, ну, мне кажется, что Вряд ли это было вот такое преднамеренное сбитие самолета Но если только там в этом самолете Не летел какой-нибудь там суперсекретный Канадский генерал Руководитель канадской разведки Которого нужно было срочно уничтожить Но мы же не знаем этих пассажиров всех по именам Вот, и я вспоминаю Помните, лет 20 назад Над Черным морем Украинская ракета во время учения Случайно сбила российский Ту-154 Который летел из Израиля в Россию Не помню куда Вот, ну, бывают какие-то такие случайности Здесь же нельзя даже было списать на ситуацию На то, что там самолет летел высоко Не смогли определить военный самолет или гражданский Тут, собственно, он был сбит практически на взлете Да, поэтому я думаю, что это какая-то такая трагическая случайность Ну, и практика таких ситуаций сводится к тому Что государство, на территории которой это случилось Как говорится, оплачивает ущерб То есть оплачивает во внесудебном порядке Выплачивает компенсацию жертвам пострадавших Выплачивает компенсацию за самолет Но при этом своей вины не признает Я думаю, что, ну, конечно, то, что Иран Как вот выступил Что они в течение одного дня провели расследование Тут же опубликовали его результаты И зачистили территорию катастрофы Ну, говорит о том, что, в общем, явно там не все в порядке То есть явно сама по себе катастрофа не соответствует тому, что Иран написал в отчете Ну, будут какие-то, я думаю, непубличные переговоры на эту тему И, в общем, ну, точно это не будет каким-то таким поводом для начала боевых действий Это сейчас никому не нужно, мне кажется Я вот чуть-чуть на шаг назад вернусь Вот профессор Соловей, которого мы стараемся тоже отслеживать его прогнозы Он по вот этим дням напряженности между Россией и Ираном Он сделал странный вывод, на мой взгляд О том, что вот этот конфликт между США и Ираном Он развязывает руки российскому руководству В отношении каких-то действий В том числе в Прибалтике В отношении бывших советских республик Что вы об этом думаете? Ну, это какая-то суперконспирологическая теория Я, честно говоря, не слышал в изложении профессора Соловья Поэтому мне тяжело комментировать А он больше ничего и не сказал? Он ничем не подтвердил? Он просто сказал, что... Нет, но он обычно все свои прогнозы строит по принципу «Я знаю», поэтому вы мне верьте Мне кажется, что все это из серии «В огороде Бузина» а «Киеве дядька» Да, ну, я не очень понимаю, что Путин забыл в Прибалтике И, соответственно, ну, почему он не мог найти какой-нибудь другой, более удобный момент Почему он мог сделать это сейчас? Да нет, я, честно говоря, всерьез к этому не отношусь Мне кажется, что вот все-таки Путин, он живет в другом В альтернативном мире И у него свое видение всего происходящего Но он... У него есть свои вот эти линии, красные линии, которые он не готов переступать Линии опасности И мы же помним, когда турецкий самолет сбил российский истребитель-бабардировщик Да, вот, что называется, который там буквально несколько секунд пролетал на турецкой территории И Россия, ну, вообще-то говоря, могла там эту турецкую базу разбомбить Да, вот, просто в ноль Но она этого не сделала, потому что Турция является членом НАТО То есть не надо латышам бояться псковской дивизии? Нет, это красная линия Мне, Лен, мне кажется, что вот пятая статья НАТО, она для Путина является... Он же не знает, этого никто не знает Это не знает латыши будут использовать Станька Америка защищать Латвию Станька Америка защищать Польшу Станька Америка защищать Германию Ну вот Путин один раз обжегся на Турции И решил не связываться Я знаю, Сергей Владимирович всегда говорит У меня нет хрустального шара Я же говорю не про будущее, я говорю про прошлое Ну, собственно, был один конкретный эпизод Когда вот Путин мог, что называется, вмазать по стране члену НАТО Причем вот, ну, обоснованно, да? Ну вот вы, вы там сбили мой самолет, но я вам сейчас тоже отвечу Нет, смотрите, и помидоры там, и газ И, в общем, как-то вот и забыли уже, да, про этот самолет Поэтому вот, ну, все-таки, мне кажется, что точно совершенно Прибалтика сегодня не входит в сферу приоритетов Путина И вот таких вот, да, что срочно нужно что-то делать Ну и уж точно вот это вот Ну, если бы там вокруг Ирана началась война какая-нибудь такая Ну, хотя бы локальная Ну, это еще как бы Путин развязал руки А так что там? Ну, там два дня помахал Трамп дубинкой И все закончилось Ну и хорошо, значит, война отменяется пока Слава богу Нет, не война, а аншлюз Прибалтики отменяется Любая, что бы ни было Аншлюз Прибалтики отменяется Это для нас здесь очень важно, потому что все этого боятся Выдохнули И очень серьезно боятся Давайте вернемся к кризису все-таки Да, что происходит, Сереж, в мировой экономике? Вот каковы тенденции и веяния? Потому что вот из того, что здесь отсюда чувствуется Чувствуется депрессия, чувствуется Может еще, конечно, потому что зима и темно Но в целом чувствуется снижение спроса покупательского Уход там инвесторов По России сегодня вообще объявили, что прямо вниз пошло потребление Там одежды и обуви первый раз По-моему, такое Серьезнейший банковский кризис в Латвии Да, банковский кризис в Латвии Это локальная наша история? Или это какой-то предвестник вот этого цикла мирового? Что происходит в мировой экономике? Ну, Лен, как мы хорошо знаем Все счастливые семьи счастливы одинаково Они счастливы каждая по-своему И поэтому я не могу найти ничего общего В экономических проблемах Евросоюза, Латвии, России, Украины Не знаю, кого еще мы там возьмем, Белоруссии У каждого свои проблемы, и каждый их решает самостоятельно Вы как бы в преддверии к передаче, к разговору Вы сказали, что вот эти 12 лет уже пора бы кризису наступить Или кто-то говорит 8 лет, кто-то говорит 10 лет Ну, и действительно, вот, как сказать Ведущие эксперты, ведущие аналитики, они ждут И очень много прогнозов идет на тему, что Ну, наконец-то должна случиться рецессия в Америке Ну, вот, ну сколько ж можно расти? И я не сильно напоминаю ситуацию 90-х годов Когда в Америке президентом был Билл Принтон И вот МВФ, Международный валютный фонд Каждый раз, когда писал доклад по Америке, где-то после года 96-го Он писал следующее, да, что для американцев Ну, свои прогнозы мировой экономики Он писал, что для США мы прогнозируем рецессию И будем это делать до тех пор, когда рецессия не начнется Вот, но при этом, при этом нужно отметить Что там президент Трамп и федеральная резервная система Делают все возможное, чтобы вот рецессия не наступила Значит, Трамп вместе с демократами Знаете, у нас, так вот, Америка расколта Между республиканцами и демократами, да? Как говорится, но деньги им не пофигу И поэтому, когда президент Трамп предсказал А давайте мы увеличим дефицит бюджета на триллион долларов И этот триллион, между собой, сейчас быстренько поделим с вами Куда-нибудь потратим То демократы и республиканцы немедленно объединились И сказали, о, деньги, деньги мы любим Да, и, соответственно, вот этот триллион, который вошел в американскую экономику Он, конечно, ее поддержал Дальше федеральная резервная система в прошедшем году Да, в девятнадцатом году три раза снижала свою ставку А потом она практически без объявления начала проводить Вот, казалось бы, уже забытую политику количественного смягчения Когда просто начали накачивать банковскую систему ликвидностью, деньгами Да, и, собственно, это все действительно сдерживает приближение рецессии Ну, я очень хорошо понимаю логику президента Трампа и его команды Потому что, ну, у них в ноябре выборы, у него в ноябре перевыборы И ему профизнос нужно, чтобы до середины года Да, там, а еще лучше, до сентября рецессия в Америке не началась Тогда у него шансы на переизбрание будут очень высокие Потому что президент, который действительно во время, там, весь четырехлетний срок Экономика росла и росла быстрее, чем при президенте Обаме Экономика, в которой, там, безработица на рекордно-исторически низком уровне Вот все хорошо, он, там, вот, что называется, царь и бог Да, и, конечно, у него шансы на переизбрание будут большими Он, конечно, сделал какую-то такую большую ошибку, начав торговую войну с Китаем И, на самом деле, это сильно повлияло на всю мировую экономику Если мы сейчас к ней вернемся Потому что объемы международной торговли снизились И, вот, действительно, это было такое серьезное потрясение, серьезный испуг Вот, но надо сказать, что Трамп своего добился Последняя статистика, которая появилась буквально, вот, там, вчера-позавчера Говорит о том, что торговый дефицит в США с Китаем За последние полгода снизился на 60 миллиардов долларов Вот, то есть, вот, то, что Трамп, как он говорит, вот это моя цель Выровнять торговые отношения с Китаем И это случилось Да, вот, поэтому он, как раз, вот такой президент Чья экономическая политика по состоянию на сегодня Не может не нравиться американскому избиранию Короче говоря, он борется с рецессией И успешно, ну, есть задача, чтобы рецессия началась там Выборы первый вторник после первого понедельника Вот в первую среду после первого понедельника рецессия может начинаться Да, там дальше Может быть, глупый вопрос Насколько мировая экономика зависит от того, будет в США рецессия или нет? Зависит ли? Зависит, конечно Лена, американская экономика, мало того, что это 20% мирового ВВП Да, но и если, как единственная страна Можно, конечно, сказать, что еврозона, она чуть-чуть побольше Это процент от 20-24%, то вот видите, как экономика страны, США, крупнейшая экономика мира, но при этом она является технологическим лидером А с учетом того, что страна имеет исторический торговый дефицит, то есть она импортирует товаров и услуг больше, чем экспортирует То есть она еще товары со всего мира покупает Конечно, замедление спроса в американской экономике, замедление спроса рядовых американцев, 70% ВВП, частный спрос Конечно, как это говорится, кто-то чихает, а у кого-то воспаление легкое Американцы, на самом деле, рецессия там будет, возможно, и не очень сильной, и не очень глубокой Но, тем не менее, вся мировая экономика это почувствует А второй, сейчас мы поговорим дальше, второй элемент вот такого мирового пазла, это, конечно, Китай Потому что Китай, это 10% мировой экономики, но с его темпами роста, которые там сейчас 6% уже, там, близко, чуть-чуть больше 6%, а было 8% То есть вот это снижение с 8% до 6% для 10% означает, что там 0,2% роста мировой экономики съелось И, конечно, если Китай продолжит свое замедление, то это, в общем, тоже влияет на всю мировую экономику Потому что Китай, это такая мировая фабрика, да, которая импортирует со всего мира, перерабатывает и экспортирует Там очень, там, все обладатели айфонов могут у себя там прочитать, что дизайн в Калифорнии, made in China Но, на самом деле, made in China, это означает, что айфон, он собран в Китае А китайских комплектующих там практически нет, там комплектующие из 36 стран А доля китайской, на самом деле, там китайская рабочая сила 6% стоимости айфона Да, поэтому это такая вот глобальная, глобальная фабрика А никто, кроме китайцев, этот айфон собрать не может Да, и там, в общем, тоже идет свое замедление Но китайцы тоже проводят свою программу стимулирования, как финансы, фискальную через бюджет Так и через политику Банка Китая, Центрального Народного Банка Китая Да, то есть тоже пытаются все-таки как-то спрос разогнать Поэтому каждая страна из крупных экономик, еврозона, собственно, этим не отличается Там пришла новая представительница Европейского Центрального Банка Кристин Лагард Ну и, в общем, тоже как-то хочет пересмотреть роль Европейского Центрального Банка Заставить европейские правительства увеличить дефициты, провести фискальное стимулирование Короче говоря, все ведущие экономические центры, они пытаются, что называется, ну, если не отменить рецессию, ну, смягчить или оттянуть ее там куда-нибудь подальше На какой-нибудь там, 22-й, 23-й, 25-й год И продолжают печатать и печатать и печатать деньги, которые обесцениваются и обесцениваются Накачка ликвидности ведь, скорее всего, приведет просто к тому, что это лопнет когда-то Или неправильно понимают? Ну, нет, деньги пока не обесцениваются, потому что инфляция низкая Да, обесценение денег называется инфляцией Там в Америке инфляция 2%, в еврозоне еще ниже 2%, никак не могут там 1% Никак, там задача, смешно звучит, но задача Центрального Банка, Европейского Центрального Банка Поднять инфляцию до 2% годовых Да, поэтому пока деньги не обесцениваются И в этом отношении, как говорится, доллар он и в Африке доллар, а евро он и в Латвии евро Да, и, в общем, пока его стоимость не уменьшилась И не надо пугать ваших слушателей, что с евро что-то катастрофическое Ничего не происходит, с евро все в порядке Вот на этой оптимистичной ноте мы прервемся буквально на пару минут Оставайтесь с нами Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Говорим мы сегодня об угрозе экономического кризиса Войну мы уже отменили Оправданы ли наши страхи, будет ли все хуже, или все обойдется И будет даже лучше, обещает нам Сергей Алексашенко, экономист, который с нами на связи по скайпу Сергей, но вот тем не менее Некоторые алармисты, а таких обычно большинство, публикующихся в СМИ или выступающих по телевидению Говорят, что нынешний стремительный подъем экономики США Чреват именно биржевым крахом, который будет сопоставим даже с депрессией 30-х годов Уже какого? Прошлого века, да Как вы считаете, нужно нам бояться такого ужаса, действительно, такой великой депрессии 21-го? А у вас новые вложения в американский фондовый рынок? Если мало, тогда чего бояться? К сожалению, нет Хотелось бы больше Тогда и не бойтесь Но если серьезно, конечно, вот эта политика мягких денег, дешевых денег, которую проводит американская федеральная резервная система Приводит к тому, что рынки уверенно растут Да, и достаточно быстро растут Если в начале 2019 года все прогнозы рыночных экспертов сводились к тому, что дай бог, чтобы мы хотя бы 5% в год заработали То год закончился плюс 30% и, конечно, все американские банкиры, инвестбанкиры, они счастливы Потому что заработать удалось неплохо Исходя из того, что политика дешевых денег продолжается В общем, они пока достаточно оптимистически смотрят дальше И, в общем, январь начался с новых исторических рекордов Предсказать, что федеральный резерв вот прямо немедленно Для того, чтобы случился финансовый крах Нужно, чтобы или какое-то такое крупное историческое событие случилось Ну, не знаю, например, война с Ираном Или нужно, чтобы федеральная резервная система, центральный банк США поменял свою политику Вместо мягкой стал проводить жесткую, причем такую супер жесткую Ну, войну, как вы говорите, мы уже отменили Мы решили, что ее не будет И что, по крайней мере, по состоянию сегодня не боятся Остается вопрос Может ли федеральная резервная система Ужесточить свою денежную политику Вот ужесточение денежной политики Это реакция центрального банка на рост инфляции На разогрев экономики Когда экономический рост превышает то, что называется потенциальный уровень Уровень экономического потенциала Но сегодня это точно не ситуация в Америке Потому что инфляция низкая И она ниже целевого ориентира ФРС И, в общем, если потенциалом роста американской экономики считается 4% То пока она растет Ну, если так смотреть В среднем пока все ниже 3% То есть и в этом отношении нет никаких опасений Того, что экономика вдруг разгонится И там нужно будет ее охлаждать Вот, соответственно, более того Если мы вернемся к нашему разговору Несколько минут назад Там вот есть риски того, что начнется рецессия То есть начнется спад в американской экономике А во время спада, во время рецессии Реакция центрального банка прямо противоположная Нужно больше денег Нужно дешевые деньги Поэтому, если смотреть на какой-то достаточно Ну, может быть, не очень длинный период Скажем, на 2020 год Если мы сейчас о нем говорим То, мне кажется, рисков того, что на фондовом рынке Америки Случится что-то такое катастрофическое Ну, я пока их не вижу То есть все, конечно, бывает в мире Но вот пока жизнь складывается вот в ту сторону Что с деньгами у банкиров все будет хорошо У финансистов, тех, кто играет на рынке Ну, а раз у них с деньгами все будет хорошо Ну, значит, и с рынком ничего не случится Давайте послушаем дозвонившихся У нас разрывается телефон Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло Алло С этим не получилось Алло, может быть, вы сможете? Да, смогу Здравствуйте Здравствуйте Я хотел бы высказать свою точку зрения Которое, скорее всего, отобразит точку зрения Большинства слушателей этого радио И даже русскоязычного Далфи Я когда-то служил в латвийской армии Я коренной житель Я латвиец И давал присягу этой стране И я скажу так вот Что если нападет на нас Какая-нибудь организация типа НАТО Я обязательно буду защищать свою родину, Латвию Но если нас нападет Россия Я отстану на сторону России И буду защищать свою родину на стороне России Вот такое вот мое мнение Спасибо Спасибо Даже комментировать, наверное, не будем Да Алло, здравствуйте, говорите Здравствуйте Здравствуйте Я, раз уж вы высказались по поводу уранского самолета Можно я озвучу свою версию? Я думаю, что его завалили американцы Перез удаленный доск Потому что очень выгодно Там, где оказываются военные конфликты Интерес США Почему-то всегда падает гражданский самолет И там замешана Украина А по поводу Вот господин Алексашенко сказал По поводу, мол, растут фондовые индексы Я его понимаю Он финансист Для него фондовый индекс Это рост экономики А, например, Дэвид Розенберг В своем твиттере Недавно опубликовал картинку Что PMI американский И SM американский Они сейчас находятся на уровне 2008-2009 года Это индексы производственной потребительской активности Все эти деньги, которые печатает ФРС Они уходят на фондовый рынок И теперь, значит, в среднем 20 коэффициентов Чтобы вложить Окупить инвестиции Принимая на себя все риски А в Европе, извините Невозможно на пенсию накопить То есть 18 триллионов Отрицательной доходности Имеем инструментов с индексом ААА То есть денежки на пенсию Вы копите, не копите А заработать не на чем Вот это называется нормальная экономика Надувают финансовые пузыри И когда-нибудь это все хлопнет Сколько там дефицит в Америке бюджета? 5% сейчас 5% при растущей экономике дефицит 25% американского бюджета Америка не может себе покрыть Но это что, нормальная экономика? 25% Вы можете покрыть свои расходы Если у вас 25% постоянный дефицит Вы не зарабатываете только в России Это все лопнет И лопнет с таким грохотом Что мало никому не покажется А в особенности повезет Таким странам, не имеющим ничего Как Латвия и все остальные Спасибо Спасибо за ваше мнение Так, Сергей Владимирович Ну а что? Ну вот Знаешь, Лен Ну хорошо, у человека есть вот такое катастрофическое видение Да, ему кажется, что все будет плохо Вот только, к сожалению, он не сказал когда Да, вот я... Нет, оно обязательно когда-нибудь будет Не, ну подожди Со всеми случаются какие-то неприятности Ну конечно, ну конечно, когда-то там Американская экономика столкнется с рецессией Ну конечно, когда-то американский фондовый рынок упадет процентов на 20 Ну конечно, но на самом деле вот это там более определенного времени В течение там ближайших 4-7 лет Американский бюджет столкнется с жесточайшей проблемой того, что у него не будет хватать денег на социальные выплаты Да, и там должна быть какая-то такая огромная будет комплексная реформа вот всех этих социальных программ Да, конечно, все это будет Но вот во всех этих прогнозах Дэвид Розенберг, которого он называл Это очень хороший эксперт Я его очень люблю, я его постоянно читаю, отслеживаю Но вот у него все время, когда он пишет У него все время вот склонность Он все время говорит, что вот сейчас начнется рецессия Сейчас начнется рецессия Сейчас начнется рецессия Вот если это повторять, то в какой-то момент, конечно, она начнется И скажет, вот, я же угадал Вот, поэтому вот во всех этих прогнозах Ценность этих прогнозов, она резко возрастет Если мы будем слышать, когда это случится Вот если вы нам сказали Знаете, вот я четко понимаю, что там в середине этого года Американский фондовый индекс лопнет И тогда можно, окей, ждем Ну да, дважды в сутки сломанные часы показывают правильное время Лопнет, не лопнет Да У меня есть странный очень вопрос Как бы считается, что сейчас, особенно в Европе, кризис либеральной идеи И, ну, кризис либеральной идеи – это как бы такой подкоп под Евросоюз Вот в предыдущей передаче говорили, вот Евросоюз, по нему пошли трещины А Слава Иноземцев в последнем своем прогнозе перед Новым годом написал Что на рубеже 20-30 года не будет популярней и продаваемей книги, чем конец истории Фукуяма Казалось бы, то есть вернется либеральная идея Все трещины, которые идут сейчас, они как бы такие, ну, возвратные осознания Да, вот какие-то недостатки нашлись Что будет? Лена, опять, вот в отличие от Славы Иноземцева Я не могу сказать, что будет, тем более на рубеже 20-30 года То есть он считает, что за 10 лет Фукуяма последняя книжка, которая называется «Идентичность» Он как бы сам вроде бы немножко снова отказался от своего конца истории То есть от либеральной идеи, от ее победы Вот человек, который мыслит сильно либерально Давай начнем рассуждать Либеральная идея – это права человека, правда? Что права человека выше всего, и ценность человеческой жизни выше всего Это либеральная идея Вот я, честно говоря, не вижу кризиса этой либеральной идеи А мне кажется, наоборот, права человека выше всего Вся европейская цивилизация, евроатлантическая цивилизация в Америке Она построена на этом Что вот в принципе человек, его права – это самая высшая ценность И никакого кризиса вот этой базовой идеи я не вижу Но у меня-то точно нет кризиса этой идеи Другое дело, другое дело, что в нынешнем поколении европейских политиков Вот нет ярких представителей, да, которые готовы вот какую-то такую вот Сейчас, мне кажется, что есть кризис в Евросоюзе Да, вот откровенный кризис в Евросоюзе Честно говоря, я не могу продолжать жить Потому что я помню, что я где-то на рубеже там вот там 20-го, 21-го века Где-то там 99-го, 2000-х годов Участвовал в одной дискуссии ЭКОФИН, это такая встреча министров экономики и финансов Евросоюза И вот как раз они обсуждали, как сделать европейскую экономику более конкурентоспособной Но я тогда был сильно помоложе и сильно наглый И я сказал, послушайте, вы знаете, вот у вас очевидно, что вы не можете быть конкурентоспособной в супергюрократической организации Вот вы зарегулировали все, что можно А вот там, где нужно, что называется, о чем-то договориться Там о единой бюджетной политике, а еще о чем-то, вы не можете Вот, ну, на меня все разозлились, когда кто-то такой, там, сиди в своем российском углу и помалкивай подольше Вот мне кажется, что Евросоюз, он притормозил в развитии Вообще, скажем так, Евросоюз это экономическое объединение Да, и вот к правам человека, к либеральной идее Ну, я там, никто не противоречит В Евросоюзе там, по большому счету, не говоришь, ну, дайте мы все пересмотрим И построим тоталитарное государство, где там государство будет превыше всего Нет такой идеи, ни у кого Вот, но как организация, Евросоюз действительно в кризисе В таком идеологическом кризисе И 28 стран, которые должны, там, минус 27, вычеркиваем Великобританию Они должны все консенсусом договориться о том, как они видят будущее А они никак его не видят Они не знают, что они хотят от Евросоюза Потому что все понимают, что вот это, там, даже экономическая модель, да В которой, ну, фактически, там, Германия там подавила Германская экономика подавила многих, да Задавила конкуренцию на европейском рынке Она, ну, какая-то такая однобокая И не всех устраивает Да, что вот этот период эйфории Конца 90-х, начала 2000-х Когда Восточная Европа вошла в Евросоюз И обеспечила весь рост производительности труда Весь рост европейской экономики, там, 90-х, начала 2000-х годов Была обеспечена за счет того, что пришло, там, огромное количество рабочей силы То есть, там, производственные мощности, там, из реального сектора Они перебазировались в Восточную Европу Вот сейчас все прошло, да И что делать дальше, вот в чем, в чем смысл Евросоюза Вот куда, в какую сторону он пойдет Вот никто не понимает, да И, соответственно, нет ни на уровне Евросоюза Таких политических лидеров, которые могли бы сказать Мы знаем Мы знаем, как объединить интересы Германии Которые являются такой машиной, бундесмашин, как в футболе, да Вот, которые, там, едет, как и все, и все, там Ты, 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 еще реформы провели Свои, да, соответственно, в начале 2000-х И теперь счастливо разрушили свое социальное государство И продолжают жить дальше И как объединить интересы Германии, Латвии, Греции, Кипра Да, вот, которые, да, ничего общего между собой, по большому счету, не имеют Вот нужна, вот, нужен, как, такого политики сегодня нет А, соответственно, и, ну, Фукуям, вот, этого идентичность, да, он же, на самом деле, объясняет, что Ну, да, он пытается объяснить, вот, этот, там, политический феномен Когда во многих странах популярностью пользуются, извините, за тавтологией популистские политики Право-лево-толка Ну, то есть, вот, в какой-то мере, мне кажется, да, что европейские, там, американские избиратели Они устали от этой политкорректности Они соскучились по ярким личностям, пусть даже несбыточным обещаниям Потому что все равно ведь хочется верить во что-то, может быть, немножко лучшее, чем сейчас Чем стагнации Ну, вот, на самом деле, мне это чем-то напоминает Ну, я понимаю, что в России политики нет, да, но ведь, вот, по большому счету, даже если смотреть, там, на период, не знаю, там, 90-х, 2000-х, начало 2000-х годов В России не голосовали за идеологическую платформу партии, в России голосовали за лидера Ну, за яркость, да, за яркость личности Говорит физматически, говорит что-то красивые фразы, умеет затронуть струны Каждой бабе по мужику, каждому мужику по толке водки, мы помним это Ну, да, 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 вот, и, соответственно, вот сейчас пришло время, там, в Европе, в Америке, вот этих популистских политиков Ну, потому что людям хочется что-то, ну, необычного Ну, политкорректность просто немножко, видимо, поддостала Давайте попробуем послушать еще дозвонившихся У нас много звонков Алло, здравствуйте, вы в эфире Добрый вечер, Александр Я бы хотел здесь про либеральную идею немножко сказать Давайте мы вопросы зададим, воспользуемся, что у нас такой спикер Давайте все-таки вопросы Сергею Владимировичу Ну, вы знаете, что ему задать Он уже сказал, что, так сказать, либеральная идея Это Фукуяма, это Светлокошки А для меня, например, Светлокошки, Эммануил Волерстайн Который сказал, что к 50-м годам вообще возродят, будет реабилитировано такое имя, как Ленин Ну, что я ему буду задавать вопросы, если у нас совершенно противоположные взгляды Я думаю, либеральная идея во времена Тургенева закончилась Это интеллигенция придумала эту идею Вы знаете, что очень любил Спасибо большое Дело в том, что, к сожалению, Ленин и Сталин до сих пор живы И будут вечно живыми, пока мы, наконец-то, их не закопаем Но это другая тема, это совершенно другой передачи Сегодня мы говорим об экономическом кризисе Возможном экономическом кризисе Но вот Сергей Алексашенко нас немножко утешил Сказал, что, в общем, не нужно так сильно страшно этого бояться И какое же все-таки будет у нас развитие событий в ближайший год Давайте поговорим о коротком плече Кирилл, смотрите, опять У нас это у кого? Помните, как это? Не нас, а вас Не мы, а вы И поэтому, опять, и счастливые, и несчастливые семьи И счастливые, и несчастливые страны У каждого будет своя какая-то судьба И каждый будет бороться со своими проблемами Да, но я все-таки ставлю Ну, вот если мы должны, знаете, как это поставить Красное или черное И нет никакого другого третьего варианта Да, но я не хочу ставить на зеро, на глобальную катастрофу Поэтому мне кажется, что все-таки 2020 год Это будет год продолжения роста мировой экономики В течение которого основным экономическим центром Это США и Евросоюз Удастся избежать рецессии Вот, ну и это означает, что вот та рецессия, тот кризис, о котором мы говорим Он просто переносится на, не знаю, на 2021 год Может быть, на 2022 Да, и мы там через год с вами встретимся И еще раз на те же самые вопросы Еще раз отложим этот кризис еще на годик Давайте еще... А, нет, все, уже сорвался звонок Не могут дождаться, когда мы... Нет, может, все попробуем Алло, алло, здравствуйте 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 Леночка, это Александр Борин Сосед? А, да, здравствуйте Значит, да Значит, что я хотел сказать? Я хотел задать вопрос, конечно, автору Я с ним согласен по поводу заберекартизирования Северного Союза Но меня интересует, не происходит ли сейчас подмена понятий Либеральная идея заменяется идеей вседозволенности Подменяется Спасибо Ну, я еще, честно говоря, не вижу вседозволенности Со стороны кого, если честно, я тоже не поняла Попробуем еще один звонок принять и дальше пойдем Алло, здравствуйте Добрый вечер Интересная у вас, конечно, очень тема Хотелось бы короткий комментарий от вашего гостя По поводу такой темы Как рост мирового населения Вам прекрасно известно имя Сергея Капицы И его гениальной, очень изящной теории того, что Население у нас растет по закону, так называемой математики Взрывной функции со стабилизацией То есть где-то 10 миллиардов Это тот уровень, примерно, на котором мы должны остановиться Но согласитесь, 10 миллиардов это та цифра, которая вообще Ну так, тектонически сдвинет вообще социальную сторону экономики как таковой Вы согласны с этим или нет? Спасибо Нет, я с этим не согласен Потому что я уж не помню, сколько там, лет 200 назад Был такой экономист Мальтус Который говорил о перенаселении земли О том, что вот-вот закончатся все ресурсы Если население чуть-чуть подрастет, то вообще мы все помрем с голоду Вот, выясняется, что человек в состоянии как-то повышать производительность труда И обеспечивать прокорм Даже вот там, не знаю, в тот момент, наверное, меньше миллиарда было А сейчас уже там 8 миллиардов И как-то вот ничего, катастрофы не случилось И хорошо мы известно, да, что где-то лет 150 назад Да, соответственно, какой-нибудь там 1860-70-е годы В Лондоне ключевой проблемой была проблема конского навоза Ну потому что вот навоз заполонял все улицы И там никак не могли его убрать И ученые умы, инженеры, технологи Они вот пытались решить эту проблему, все безуспешно Выяснилось, что эта проблема была решена И, в общем, как-то счастливо Лондон избежал того, чтобы утонуть в навозе Я думаю, что, в принципе, конечно, население земли Оно остановится в росте Но не потому, что будут приняты какие-то меры Или там население начнет вымирать Отстреливать, да, начнут Но я просто думаю, что с ростом грамотности И с ростом уровня жизни Вот как это сказать Научиться регулировать просто рождаемость Количество рождения на одну женщину, оно снижается И, соответственно, страны будут Практически там уже половина мира сейчас живет в режиме Что население не растет Население растет очень часто из-за того, что растет продолжительность жизни Не потому, что рождается много детей А потому, что растет продолжительность жизни То есть рождаемость падает А продолжительность жизни растет И вот за счет этого хвоста людей Которых раньше были и единицы Не знаю, там 1%, сегодня их там 5-10% И за счет этого растет общее количество населения Но мне почему-то верится, что человеческий разум Решит проблему, как прокормить и 9, и 10 миллиардов людей Да, как обогреть уже почти решил Совершенно другой энергетикой современной А как прокормить тоже найдется Но, опять же, то, что растет продолжительность жизни Говорит о том, что все уже давно-давно Такое набившее оскомину заявление О том, что стареет Европа Все больше и больше государствам нужно тратиться На социальные выплаты И так далее, и так далее Это каким-то образом подрывает экономику? Или это тоже будет как-то уже отрегулировано От, не знаю, отрихтовано в экономике? Ну, конечно, старение населения Рост числа пожилых людей Конечно, увеличивает социальную нагрузку На любую экономику Будь то экономика Китая, Америки, Евросоюза, России, Украины Ну, все страны, которые с этим сталкиваются Они, конечно, все понимают эту проблему Просто острота – это и проблема у каждой своя Но, опять же, я как-то у меня Выбор для страны Не решить эту проблему Ну, значит, там, что называется Начать морить стариков голодом И сокращать продолжительность жизни Вот единственное решение Я вчера читала последние Человеконенавистничество Мне даже думать о нем не хочется Сережа, я вчера читала последние исследования медицинские В отношении человеческого мозга И они сказали, что мозг человека, начиная с 60 лет Он самый гибкий, самый крутой И не надо ему приписывать там всякие дементные признаки Он как раз самый интересный мозг Который тоньше принимает решения И с продолжительностью жизни Люди пожилые, они могут дать гораздо больше вообще миру Чем даже молодежь, у которых еще нет таких возможностей мозговых Так это делать Но это правда И на самом деле сейчас это ключевая проблема Люди пожилого возраста Там и 70, и даже 75, наверное, лет В развитых странах с хорошим уровнем жизни Они еще достаточно в таком трудоспособном возрасте И та экономика, которая найдет, как их применить Куда направить их возможности Потому что мы понимаем, что физических возможностей нет меньше Но опыта, там, не знаю, еще что-то такого Да, у них больше И вот эта проблема, если эту рабочую силу Ну, я понимаю, что не очень хорошо, можно говорить Но вот если эту рабочую силу Какая-то экономика научится применять То, конечно, это будет таким дополнительным, как сказать, фактором Да, это идея для стартапа Сделать пенсионерские кластеры такие Во всех странах Для того, чтобы, знаете, как ветряки ставить Ветровую энергию получать Вот мы с Александром первыми пойдем в такой кластер Давайте попробуем еще звоночек принять Алло, здравствуйте, говорите Добрый день Очень жалко, что я в конце передачи дозвонился Потому что можно было немножко расширенно поговорить Ну, значит, я бы сказал По поводу первой половины Два замечания Вот госпожа Лукьянова, значит, обмолнил Что здесь мы все ждем нападения Или какой-то агрессии со стороны России Не все, но многие ждут Значит, вот как раз Значит, господин Алексашенко Я здесь житель постоянный Который родился, надеюсь, умру Никто здесь так не думает А вы, госпожа Лукьянова Если имеете такие данные Представьте, пожалуйста, хотя бы На следующей передаче Там, выборки СКДС Или опрос мнения и так далее Google it Второй вопрос Это очень легко По поводу взаимоотношений России и Турции Знаете, когда вы готовитесь Отвечать на эти вопросы Надо быть немножко более подготовленным И ваши, вот, господин Алексашенко Комментарии по поводу сбитого летчика Они не выдерживают никакой критики Во-первых, сбила летчика, да Турция, но кто за этим стоял Стоял премьер-министр Начальник Генштаба Где они сейчас И после этого еще были Последовали шаги Путина По, значит, предупреждению Эрдогана о готовящейся Перемороте и так далее То есть, сейчас такое ощущение Что Запад думает Что Путин играет с ним в шахматы А он играет совершенно в другую игру И последний, третий вопрос Знаете, вот вы очень много Говорите о тенденциях Развитие экономики Я основного его лидера Экономики США А вы не думаете о том Что кроме вот Макроэкономических законов Или там тенденций Которые определяют Развитие фондового рынка Развитие там Значит Других инструментариев В основном Прилежит все Геополитика И конец И рецессия Значит, лидера Условно говоря Экономики США Придет так Когда будут сдвинуты Основные геополитические установки На этом мире А они Тенденции-то сейчас уже ощущаются Вот ваше мнение Когда это случится И вообще случится или нет Уступит ли место Ну, скромно или не скромно Америкой Отойдет 100 Чтобы развиваться всем остальным Или будет опять себя строить Лидера мира Спасибо большое Спасибо, давайте Странно, что до сих пор Не прозвучало два слова Масоны и Сорос Нет, ну, смотрите Значит, первое Я соглашаюсь с тем Что все думают Западные лидеры Часто думают Что они играют с Путиным в шахматы А Путин играет в другую игру Я согласен Это точно, Сэр Куда три назад Заметку на эту тему Я сказал Путин дзюдоист И он, вообще говоря Не играет Он борется И политику Путин Нужно рассматривать С точки зрения дзюдоиста Вот А второе Будет или не будет Смотри Сила Америки Она в том Что эта страна Эта экономика Является технологическим лидером Нравится это им кому-то Не нравится Вот В подавляющем большинстве секторов В науке В технологиях В промышленности Вот все самое передовое Делается в Америке Конечно, есть там Какие-то отдельные моменты Где у Китая что-то замечательно Получается В Германии В Швейцарии В Японии В Корее Но вот глобально Есть одна страна Являющаяся технологическим лидером Которая движет технологии вперед Это Соединенные Штаты Америки И пока нет никаких оснований Считать, что Китай Ну хотя бы как-то вот сокращает Этот разрыв И становится лидером Вот китайцы потратили Огромные деньги На то, чтобы создать Свой среднемагистральный самолет Да вот конкурент Аэробусу 320 серии Потратили И не получилось Не полетел самолет А очень же хотелось И если посмотреть На достижения Китайской фундаментальной науки То вы видите Что особо хвастаться нечем Нобелевских премий нет Да Там каких-то особых Прорывных теорий нет Вот не получается Да Поэтому возможно Возможно когда-то Китай этого добьется Да Потому что я считаю Что китайские реформы Идут там с 1984 года И в принципе Нам эти там Сколько получается 35 лет Это не такой большой срок И естественно Что там В науку начали вкладываться Не сразу А где-то на рубеже 2000 года За 20 лет Невозможно создать Фундаментальную науку Со всеми ее Не знаю Вот Аппаратами Традициями И прочее Может быть лет Через пару поколений Лет через 50 Китай и выйдет В позицию Технологического лидера Ну просто С учетом того Что там Население в 5 раз больше 4,5 раза больше Чем в Америке Ну потенциально Конечно Китай может Когда-то Америку обогнать Как технологического лидера Но знаете как это Жить в эту пору чудесно Уж не придется Ни мне ни тебе Поэтому Мы можем Я считаю Быть спокойными И думаю Что на нашей жизни Америку никто не обонит На этой прекрасной Оптимистичной ноте Мы уходим В выходные Большое спасибо Экономисту Сергею Алексашенко Вообще счастье И мед Общаться с вами В эфире Спасибо огромное Спасибо Лене Лукьяновой Кюлли Писпонин И звукорежиссер Родион Золотарел Ведите себя плохо Ведите себя плохо Ведите себя плохо